Ну вот, я уже и на работе. В общем, уже прошел почти месяц, как я, на пенсии. Но я по-прежнему продолжаю работать. Конечно, время сейчас такое нерадостное. В общем, наши приграничные районы уже начали капитально обстреливать. Радоваться нечему. В общем, насмотрелось опять роликов, и настроения, конечно, никакое. Хочется скорее бы, чтобы все это закончилось, наступил мир. И вот, думаю, как бы вообще не позакрывали опять границы в связи с этой ситуацией нестабильной. В общем, веселиться как-то неохота особо. Но сегодня все-таки мы решили собраться с подружками и отметить мою первую пенсию. Поэтому я дорабатываю. Ну и иду к сыну в кафе. Он забронировал столик для нас. Ну и посидим с девочками маленечко в кафе. Как-то так вот. А, еще забыла рассказать про свой отпуск. Конечно, я уже после отпуска уже устала работать. Время летит быстро. Не успела приехать. Были заявки. В общем, с отпуска сразу же окунулась с головой в работу. В отпуске у меня сломался телефон. Новый телефон. Сначала перестала заряжаться батарея. Потом пропал звук. Поэтому я снимаю видео сейчас на свой старый телефон. А в отпуске я осталась без телефона. Ну и познакомилась с девчонками из Питера. Питерская интеллигенция, так скажем. И весь отпуск я провела с ними. Так что, кто захочет лететь один, не бойтесь, летите. Летите одни. И если у вас будет желание, конечно, вы познакомитесь с кем-нибудь в отпуске. Так что вот. А я сейчас иду в кафе. О, Санек поставил турецкий кофе. Их у Кры-Мукры, привет! Как все вовремя, да, подходят? Да, я-то век не такая, как мужа, е-мое. Я сказала, может, идешь или нет? И что? Идет? Я не знаю, я не успела тебя увидела. Ну, пошли, придет, что? Ой, слава богу, никого нет. Первый раз я радуюсь, когда никого нет. Привет! Я говорю, первый раз я радуюсь, когда никого нет. Опа! Это что такое? Резерв? Нифига, не буду. Я думала, презент. А это резерв. Ну, все, падает. Готовится наша вкусняшка. Наш вип-стол. Соображать будем на троих. Люди потихоньку подтягиваются. Медленно. Так, что надо делать? Как, что надо делать? Меня поздравить. Леночка, дам рождения. Здоровья тебе, здоровья, здоровья. Что нам еще надо пенсионеркам-то? Здоровья? Роза, здоровья, здоровья, здоровья. Еще раз. Все, приятного аппетита. С первой пенсии тебя оттянула бурой. Синай, не бывает, старинного пруда. Да, первой пенсии тебя, Леночка. Когда-то была я в просьбе. Саша ходит. Я когда-то молода. А вы всегда молодые? Да. Искотеки отменились, не скачут уже ютья. И как будто это было 300 лет назад. Нет. Мне пришли как-то там, кто-то между нынковск и вздохл. Как это было? Ой, Елена, а когда это было? Ну, мы будем обычнее. Польший вздох. Саша тоже есть захотел? Вот у вас на свадьбе было. Саша, пиццу возьми тоже. У нас девушка. Угощаем? У тебя. Мы тебя угощаем. У нашего стола, вашего стола. Ну все, давайте, а то пицца остывает. Давайте, на, выключай уже. Только повтори, что сказала. Я повторю. Чтоб сидела дома, готовила мужу, дети. И по Турцам ездила. А не по Турцам ездила. Понятно теперь? Ты что, с ума сошла? Как я буду дома сидеть и готовить мужа? Вот это, ты уже на пенсии сиди дома? Не, на пенсии не. На пенсии, наоборот, на путешествовать. Ну, сразу сидим в комнате, пенсионерик. Все, вырубай. Все, вырубай. Все, вчера напровожались на пенсию. А сегодня мы решили поплавать на лодке. Вот столько у нас стало воды. На Урале стоит жара. И наше водохранилище вообще обмелело. Пожары тушили. Прилетали сюда самолеты. Из нашего водоема набирали самолеты воду. И тушили пожары на Урале. Ходят проверяющие и смотрят, чтобы не жгли костры. Вот так вот. Все серьезно. Пошли на запах костра. Там где-то жарят шашлыки. Сейчас по-любому выпишут нехилый штраф, наверное. Ноу-любому Я села Лодка не заводится Поплыли Класс В Киеве вот такое дно от ракушек как яичная скорлупа все покрыты таким ракушечником тут прям как по скорлупке ну все сейчас мелких накатаем на купаем и домой и по домам начинается новая рабочая неделя так что как то так так